всем привет всем селям алейкум вчера домой приехал то что ремонтируется на заявку ездил в сторону пороса так вот то трубку я ночью короче ну не ночью до ночи делал достал то длинная была трубка а то задняя пластмасса она упиралась другую трубку это с прошлого видео кто не знает может постричь и сломался по дороге у меня трубка тормозная лопнула так вот я домой приехал нашел другую трубку чуть-чуть покороче чтоб он не гнул заднюю трубку поменял и все и мне кажется она давно уже была с маленькой дырочкой потому что я вчера 8 вечера зашел домой так получается 6 630 я выезжал из дома у меня было воздуха по 2 на каждом деревне по 2 очка было ну то есть это вообще классно считаю за ночь он меня потому что я там испытывал туда-сюда мне было по 5 очков за и по 3 очка ушли за но это нормально то есть считаю воздух держит по любому где-то какая-то пустичка есть от этого не убежать советская машина восемь четвертого года ну как вы были допустим так что сейчас едем в этот самый новый рейс это кстати в также в октябрьске а потом на их поторию вот я тоже говорю да вот ноги мне можешь неправильно поймут на тех кто уже из камазистов сталкивались там не обязательно камазист любая техника да я говорю камазиста значит любая техника то есть абсолютно любая это манипулятор там еще бывает такое что ты можешь в день по две-три работы и ты не успеваешь даже раздаешь эту работу так на протяжении недели а потом недели ты можешь тупо сидеть никто не звонить тебе и т.д. и т.п. пока вот работа есть работа пока я знаю что будет простой и вот грубо говоря работа поперла и я не могу сделать глушитель естественно как будет выходные я займусь глушителем займусь запаской что еще надо сделать задний ход хочу сделать свет и противотуманные передние фары подставить то что я запарился обычные фары включать блин не нравится мне с парами есть запрягается за эти фары хочу просто в леды кинуть как у меня до этого полоски были а сейчас я куплю таки маленький какой противотуманы короче нарезаю травку мы ждем сейчас телефончик и посидим нас грузит и мы выезжаем на ифаторию так постараюсь видео покороче здесь хотя мне кажется на вряд ли это получится в октябрь что едет сейчас игре я уже не помню что это здание но здесь честно не знаю не помню завод какой то хотя бы все мы загрузились выезжаем сейчас вам тоже историю одну расскажу интересную может кто смотрит тоже сообразит заранее может и нет это насчет касаемо техники и намыленных глаз как вот у моего и друга и вот есть еще там несколько человек вот поле пару человек тоже с намыленными глазами расскажу всем это связано почему и зачем я уже все таки что боя никакой 6 а то уже даже начинается седьмой год за рулем камазика можно первые два-три года вообще слабо ездил подписывайтесь ставьте лайки и тому подобное сегодня у нас будет тема о покупке личного грузовика для грузоперевозок те кто думает планируют или те кто уже купили для осуществления грузоперевозок сзади блин едет уазик и не может обогнать меня я еду 50 чем не не обгоняет не понимаю так смотрите чем мы сейчас едем в рейс севастополь какие ранее вроде бы как говорил у у меня вот есть множество знакомых да и с кем я работаю люди как бы говорят что не считают чужие деньги но папа наиши считаю с тем не работал это не думать я ему дал там к примеру до 50 тысяч рублей я к примеру говорю таких сумм не существует как бы просто вам обобщать типа нифига себе он зарабатывает обалдеть я так же хочу заходит на авито находит технику за 500 за миллион думать блин она стоит дешево продам свою легковушку куплю и буду мол типа богатым зарабатывать деньги люди считают грязные деньги люди не считают чистую рыбы не не считает то время потраченное на расходники и тому подобное бизнес-машины камазы и не обязательно камаза иностранные автомобили разных брендов стоит дорого даже советская техника даже газель тот же сил газон это все дорогое удовольствие это все стоит дорогих денег любая запчасть начиная от колес камазовское колесо стоит 10 рублей на газон колесо стоит где-то в районе 67 рублей до диска если брать под еврики на камаз стоит 3 рубля там 33 с помощью до 4 рублей и этот самый колесо будет от еврика стоит в районе 15 рублей ну там плюс-минус я не говорю там точную вам цену а говорю в общем какая цена может быть и тому подобное я уже честно говоря забылся извиняюсь о чем остается человек не разбил немного так вот техника но и по моему про цену говорю то что техника техника дорогая в обслуживании колеса дорогие да и цены я вам говорю то примерно цены я не говорю вам точную цену не пытаюсь никого отговорить если ты уверен и ты вы какой знаете вот мы хоть как у меня ничего не шло чтобы я не пытался где бы я вы не пытался работать но не идет мне другая работа из все вот хоть убийцы от идет только камаз вот у меня корни потянули от отца подтянули корни у меня все там дядьки все барсические водителя дедушки водители ну как бы все водителя были меня вот реально по тьму а в эту сферу мне это нравится мне нравится колесит не нравится смотреть и тому же я увлекался как бы фото техникой мне всегда нравились там красивые фотки сделать хотя мне там в инстаграме особо то не особо красиво фотка но мне это нравилось хотя и не кроме ну были чая оправдать примерно уходили и я думаю почему же бы мне не снимать видео да как бы мне не трудно я умею это делать почему бы мне не снимать собственно видео на youtube канал тем более тут как бы обещано что может быть что будет youtube еще и денежку давать что мне тоже принципе вот человек думает что он сейчас будет зарабатывать что вот он будет возить там экономить еще что-то вот он говорит там продается man с гидропортом не тентованный 800 такую технику надо брать только в том случае когда у тебя будет ну миллиам 200 точно а ты купил у 800 400 как минимум это минимум надо отложить эта техника старая бушная она ломается эта техника ненадежная потому что она уже старая любая старая бизнес-машина ненадежная почему потому что это своего рода тоже бизнес для тех кто их выпускал для продажи запчастей они на этом зарабатывают они на этом живут выживает завод на запчасти крыму очень сильно конкуренция тоже еще большая у нас же например отец очень долго работал клиентская база набита с годами то есть ты купил себе технику то первые года больше очень большой минус работы клиентская база она набивается не сразу ты начинаешь ехать по дешману ты ничего не зарабатываешь многие люди думают что если я даже мол типа 2000 заработают и мне уже нравится меня уже устраивать но люди не обращают внимание на такую мелочь что ремонт стоит просто конских денег и он начинает эту технику продавать за копейки причем не все звонят сломя в голову мне камера навигатор как-то повел непонятно куда блин еще по убитой дороге ну ладно поедем столько людей полем позвонили сбили меня с толку я уже забыл о чем я говорю и зачем я говорю я реально вам говорю человек за 10 человек 5 позвонили своим проблемой я уже запутался честно не обижайтесь на меня блин а чем же я остановился капец взяли меня полин сбили с толку ужас-ужас ладно я привлечу здесь чувствую дорога будет убитая у кашина придется ехать аккуратно полина фиг я отсюда поехал ну и дорога здесь капец в патторию проезжаем там возле моря красиво так как запах вас вот так вот полин не могу сосредоточиться столько звонков были но всех стоков проблем капец просто вот еду и не могу даже на видео еще на мой взгляд он сам город и в патторе красиво все классно помните как мы закат здесь встречали да здесь закаты красивые но не в такую погоду конечно но вообще красивый оказываю в детский дом приехали я об этом даже и не знал вон там памятник стоит ну так что можно сказать практически благотворительность детский домик ну большой такой в принципе у нас завтра с вами тяжелый день так же и у отца вот мы поедем завтра с вами это будет уже новое видео так уже можно выключать это ой спасибо кто сказал будь здоров короче такое дело просто в городе не знают дорога в епатуре завтра мы с вами едем грузиться потом едем опять в Каменское после мы едем опять на поле грузиться на Симферополь и ночью будет нас разгружать вот такое вот короче дело мы с вами едем длинный такой рейс будет сейчас вам скажу короче рейс что-то в районе 500 плюс километров я не считал я посчитаю это у нас будет тоже на одном дыхании за один день вот такой вот мини дальнобой на Камазике стареньком вот так вот сейчас эти будут красивые места уточки да вот так же вот к предыдущей теме вот так я и не договорил реально извиняюсь я вообще на себя то полноценный ролик хочу выпустить уточки вот сколько уточек лебедя красивые сейчас кстати их будет кормить здесь люди и по идее здесь очень много должно быть и лебедей и уточек да вот целая куча для них корма продают бизнес-бизнес здоровая вещь емое а вот у нас розовое видите оно красное получается красно-розовое там у нас соля соль вон там белые берега видово нет красиво такие вот там тоже вода вдалеке такие вот места у нас сейчас мы шамуху покушать королевская еда и с видом на море так что я завел двигатель запустил зачем сам не знаю сейчас покушаем класс помогли человеку попросил о помощи остановился море такого необычного цвета зеленого говорит видимо к морю пошел и забыл выкачать пары или что аккумулятор сел помогли ему запуститься нам то не трудно вот такой вот ремонт дороги подписывайтесь ставьте лайк и обязательно в будущем не знаю месяц два ну куплю себе ту камеру которую бы я хотел и будет дальнейшие обзоры и съемки просто сейчас именно работа так навалилась прям в один день и вот это вот то что я болел как бы ну ничуть не приятно было сейчас все вернемся вернемся в старую колею и будем все по новой пилить вот так вот так что до встреч до следующего видео а нам как-то надо будет обогнать Таврию эту спереди